В зал суда обвиняемых в краже автомобилей заводят, когда остальные участники процесса уже собрались. Четверо мужчин взяты под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Заседание открытое, но подсудимые и адвокаты возражают против присутствия прессы. Судья разрешает журналистам остаться, но допрос потерпевших остается за кадром. Их шестеро у всех в этом году угнали машины. Следователи уверены, пятеро мужчин из Большичерниговского района воровали автомобили в Самаре с февраля по июнь. Интерес у них вызывали отечественные машины. Поймать угонщиков помог случай. В ходе хищения одного из автотранспортных средств обвиняемые не смогли завести двигатель автомобиля, после чего были задержаны сотрудники инвалидов. По исследовательным материалам дела они вину признают частично. Они признают факт хищения транспортных средств, однако не согласны со стоимостью данных средств. Спаривают стоимость, так как это влияет на тяжесть обвинений. Потерпевшие и представители подсудимых с журналистами общаться отказались. Сегодня только первое заседание предполагаемым угонщикам официально предъявили обвинение. Автомобили возвращены троим владельцам, где остальные машины пока неизвестно. По версии следствия, угонщики действовали сообща, в банде было распределение преступных ролей. Наказание для подсудимых будет зависеть от степени участия в преступном сообществе. Им может грозить более пяти лет лишения свободы. Алина Чемери, Станислав Левин, События.